Дорогие друзья, Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого из нас на доступ к культурным ценностям, право на благоприятную окружающую среду, к которой также относится историко-культурная среда. Памятники истории и культуры представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации, является неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Тем, кто находится сегодня у власти, а также тем, кто эту власть поддерживает и содержит, нет никакого дела до сохранения культурного наследия. В нашем городе недобросовестные инвесторы в связке с чиновниками уничтожают ценные исторические здания, пробитанные памятью и являющиеся собой душу Петербурга. А вместо них строят уродливые стеклобетонные бизнес-центры. И все это ради прибыли. Отдельно следует сказать о так называемой программе реновации, она же программа развития застроенных территорий, которая предусматривает сон сотен ценнейших исторических зданий, уничтожение целых ансамблей. Сейчас уже совершенно очевидно и доказано на основе многочисленных фактов, что жителей бессовестно обманывают. Реновация по сути является уплотнительной застройкой, выгодной только инвесторам, ухудшающей жилищные условия жителей города и создающей дополнительную социальную напряженность. Программа реновации незаконна, но даже несмотря на то, что это признано прокуратурой, правительство Санкт-Петербурга не собирается ее отменять. В Ульянке, рядом с историческим парком Александрино, компанией ВНВ, в настоящее время завершается строительство первого высотного дома, куда согласно инвестиционному договору должны быть переселены жители Хрущевок. Но инвестор уже продал все квартиры и никуда не собирается переселять жителей Хрущевок. Таким образом, вместо обещанного улучшения жилищных условий, обитатели квартала получили на свою голову варварское уплотнение и огромное количество проблем. Ложные реновации также подлежат кварталу с ценно-исторической застройкой в Сосновой поляне, на Нарской заставе, на Лиговском проспекте, где планируется уничтожение целого перечня исторических зданий, несмотря на то, что это запрещено законом. У Александра Невской лавры на проспекте Абуховской обороны ведется застройка исторического Деминского сада, который был незаконно исключен из перечня зеленых насаждений и перенан частному инвестору решением губернатора Матвиенко. На набережной Мойки, дом 102, в самом севте Петербурга, компания «Охта Групп», которая уже построила в нашем городе уродливую Невскую ратушу, планируется начать строительство элитного, так называемого, клубного дома для новоришей, при том, что по закону на этой территории ничего нового возводить нельзя, кроме восстановления утраченных зданий Литовского замка. Как говорится, перед законом все равны, но некоторые равнения, ровнее, для них законы не писаны. В Коломне, на набережной фонтанки 161, намечено построить офисное здание, которое станет очередной градостроительной ошибкой, в том числе оно безуродует вид на исторический дом Капустина и значительно ухудшит жилищные условия обитателей соседних домов, превратив их дворы в колодцы, без доступа света. На восьмой линии Васильевского острова, дом 61, московские инвесторы компании «Востоксервис» собираются застроить исторический участок Благовещенского кладбища XVIII века, на котором похоронены известные люди и строители нашего города, также не меньше проблем сейчас на Фарфоровском кладбище у метро Ломоносовская, где инвесторы собираются построить на костях торгово-развлекательный центр и пытаются убедить всех, что кладбища там не было. Наша группа «Эра» постоянно направляет в органы власти прокуратуру требования принять меры по этим объектам, устранить нарушения от адреса согласования. По целому ряду объектов, в частности территория исторического комплекса Варшавского вокзала и квартал Московской, Юнской, Слободе, на Лиговском проспекте, выявлены чудовищные фальсификации градостроительных документов, когда ценные здания до революционной постройки в угоду инвесторов выдаются за утилизарную советскую застройку, подлежащую сносу. Очень показательно, что чиновники профильных ведомств, например, Комитет по охране павесников, спокойно никого не боясь, визируют эту липу, при том, что такого рода подлоги, безусловно, являются уголовным преступлением. А надзорные органы бездействуют. Сегодня на нашем митинге присутствуют представители ряда инициативных групп по объектам, о которых я сказал. Они собирают подписи под обращениями губернатора против творящегося беззакония. Поддержите их и поставьте свои подписи под этими обращениями. К сожалению, большинство граждан не понимает, что не градозащитники, а только их активный и грамотный протест в самых разных формах от петиции и судебных исков до акций прямого действия может ценить дело с мертвой точки. Наш народ не верит в то, что жуликов и воров можно победить. Мы должны просвещать людей и показать им, что жуликов и воров мало и что с ними можно успешно бороться, потому что тех, кого они обворовывают и обманывают, намного больше, чем их самих. Наше дело правое и победа будет за нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok